Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнения иностранных болельщиков о наших российских командах, а также о футболистах, выступающих в нашем чемпионате. И сосредоточимся на Санкт-Петербургском Зените и их иранском нападающем Сердаре Азмуне. Последнее время все больше слухов о том, что этот футболист может перебраться в зарубежный клуб. То там были итальянские команды, то английские, ну а сейчас докатилось до испанских. И в частности, мадридский Атлетику вроде как интересуется Азмуном. Ну и на фоне подобных слухов, мне конечно стало интересно, а что пишут фанаты матрасников касательно данной перспективы. Нужен ли им Азмун? Хотят ли они увидеть этого футболиста в своей команде? Давайте изучим этот вопрос. Я зашел в Твиттер, Фейсбук и собрал здесь самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Мигель Анхель написал. Не скажу, что футболисты, поехавшие в Атлетику из России, смогли кардинально усилить команду. Ситариди, Сансальди, Каштинья, Манише. Я вроде как всех вспомнил. И не скажу, что они реально укрепили Атлетику в тот момент, когда пришли в нашу команду. И я не думаю, что Азмун сможет изменить это правило. Игроки в России только деградируют. Ну вы знаете, своеобразное мнение, тем более, что было много обратных примеров, когда футболисты из России успешно переезжали за рубеж. Иванович, Видич, другие футболисты. В общем, здесь какое-то снобистское немножко мнение по отношению к российскому футболу. Боросо Мендес. Все зависит от суммы. После COVID-19 у клуба будут трудные времена в плане финансов. Тратить по 70 миллионов, как на Лемара и Марату, уже нельзя. Нужно экономить. Ну посмотрим. Здесь 70 миллионов, конечно, не придется платить за Азмуна. Но Зенит захочет получить какие-то деньги. Тем более, что часть финансов им придется переправить в предыдущую команду Азмуна в рубин. Поэтому здесь нужно будет что-то заплатить. Педро Монтанет Калсида написал. Видел этого парня в матче против Ларохи на Мундиале 2018 года. Он не особо впечатлил, хоть и провел весь матч в центре нападения у Ирана. Ну, Лароха – это сборная Испании, которая действительно играла против иранцев на чемпионате мира. И добилась минимальной победы, насколько я помню. Амкилар Фьеро написал. Помню, помню этого парня. Когда-то он забил нам в Лиге чемпионов. Тогда он играл за другую российскую команду. Не за Зенит. Думаю, сейчас он тоже может набраться опыта и стать еще сильнее. Так что, почему бы его не взять? Ну, касательно предыдущего матча. Это было в Ростове еще тогда. Азмун выступал за данную команду и действительно забил ворота Атлетико. Рикардо Лиаль написал. У Азмуна 26 голов в 45 матчах за свою команду и 31 гол в 46 матчах за сборную. Стало быть, забивать он умеет. Да, это все в России, где уровень чемпионата не такой высокий. Но в Атлетико у него будут звездные напарники. И я думаю, что с передач Коки и Сауля он может забить еще больше, чем за свою российскую команду. Ну, это, кстати, извечная тема. Приезд в более сильный чемпионат. Это, с одной стороны, минус. С другой стороны, у тебя партнеры, получается, сильнее, чем раньше. Поэтому здесь, что называется, есть минусы, а есть плюсы. Маркус Муниус в ответ написал. То же самое примерно говорили про Феликса. Что сейчас он раскроется в Атлетику. Но пока что мы видим, что он не особо впечатляет. Хотя перешел из Португалии, из более крепкой лиги. А тут Россия. Когда вы последний раз видели, чтобы звезды европейского футбола начинали свой путь в России? Ну, тоже такой актуальный вопрос. Здесь можно поспорить. Но в целом, в последнее время все меньше таких игроков, которые бывали в России, которые выступали здесь и которые дальше становились мировыми звездами. Хавер Дель Пай написал. Вместо того, чтобы подписать одного Кейна за 200 миллионов, мы лучше подпишем кучу нападающих за те же самые 200 миллионов. И будем надеяться, что хотя бы кто-то из них заиграет. Вот уже дошли до покупки нападающего из России. Какой ужас. Но это уже касательно трансферной политики Атлетико. Мария Серрано Бонилья написала. Я смотрю все матчи Атлетико и сборной. Но этот парень вообще не запомнился. Ни по матчам чемпионата мира, где играл против сборной Испании, ни по матчам Лиги чемпионов против Атлетико. Так что у него были либо неудачные дни, либо он сам по себе средненький футболист. Ну что ж, вот такое вот мнение. И действительно, он получается и играл и против Атлетико, и против Испании. Хотя непонятно, как он мог не запомниться этой болельщице. Учитывая то, что он забил Атлетико. Но это такое, знаете, память человеческая не все у себя оставляет. Ну а что касается болельщиков и их мнений в целом, мы видим разные позиции. Кто-то за переход, кто-то против. А что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на моем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылки будут в описании. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И кстати, если вы хотите поддержать мой канал и сделать это, например, рублем, то есть финансово, то можете посмотреть в описании. Там есть реквизиты моего Сбербанка, Яндекс.Кошелька и остальных платежных средств. Ну а если вы хотите просто нас поддержать, то можете оставить комментарий, где будет 5 или 6 или больше слов. Таким образом, вы поможете продвинуть это видео в рекомендации. Главное, чтобы там было побольше 5-6 слов. Тогда все будет отлично. В общем, всем удачи, всем пока. Спасибо за внимание.